В эфире Рыбакалфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Падение экспорта. Внешний торговый оборот республики просел по итогам полугодия более чем на четверть. Оживить отрасль федеральный центр намерен финансово поддержать судоходство Башкортостана. И снижение става. Крупнейшие игроки рынка снижают ставки по ипотечным кредитам. Внешний торговый оборот Башкортостана по итогам полугодия упал на 30%. В основном снижение наблюдается по экспорту. В частности, реализации за рубеж продукции машиностроительной и химической промышленности. По информации портала РБКОФА, который ссылается на таможенные управления региона, внешний торговый оборот просел до суммы в 658 миллионов рублей. Причем львиную долю этой суммы составляют экспортные поставки авиадвигателей и компонентов к ним. В целом, главные партнеры по экспорту у нашей республики это Китай почти 24%, Финляндия 15% и Алжир 7,1%. Что интересно, по итогам полугодия и стройки лидеров выпала Украина. Эксперты связывают это с напряженными политическими отношениями с Россией. Больше всего в республику ввозят товаров из Германии 27,5%, Китая 19% и Чехии 7%. Федеральный центр намерен финансово поддержать развитие судоходства в Башкортостане. Об этом в Уфе заявил замминистра транспорта России. В первую очередь это должно способствовать увеличению грузоперевозок по воде. Точную сумму вложений в региональное речное сообщение пока не называют. В Минтрансе отмечают, отрасль находится в удовлетворительном состоянии и сейчас необходимо сосредоточиться на развитии портов, соединив их с крупными предприятиями Башкортостана и соседних регионов. Также таким образом власти планируют снизить нагрузку на автомобильные дороги. «Чтобы перевести дополнительно 250 тысяч тонн на воду и снизить нагрузку на дороги, это позволяет несколько тысяч тяжелых автомобилей убрать с дороги, нужно немного денег. 80 миллионов рублей, например. Если есть такой эффект, то это подтверждение тому, что мы говорим правильно Минфину, объясняем. Не то, что там денег нет навсегда, а покажите, что они тонким слоем не размажутся. То есть должно быть адресное использование денег целевое. Отмечу, что 80% перевозок по рекам Башкортостана занимает доставка ПГС весомую долю. Занимает перевозка негабаритных грузов для нужд промышленности. Согласно данным РБК УФА, в 2014-м водными путями в республике перевезли чуть более миллиона тонн грузов. В 2015-м 680 тысяч тонн. В 2016-м, по оценке аналитиков, перевозки не превысят прошлогодних показателей. В целом же сегодня доставки грузов по воде занимают не более 2%, автомобилями более 65%. Вслед за снижением ключевой ставки Банка России на 0,5% пункт крупнейшие игроки банковского рынка уменьшают ставку по ипотечным кредитам. Об этом говорится в анализе развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования в июне 2016 года. Документ подготовлен аналитическим центром АИЖК. Так, основные игроки на рынке ипотечных кредитов Сбербанк и ВТБ-24 уже снизили ставки по большинству программ в среднем на 0,5%. Эксперты прогнозируют и дальнейшее снижение ипотечных ставок. Кроме того, рынок ипотечного кредитования расширится, поскольку все больше банков будут выдавать ипотечные кредиты, разрабатывать собственные программы для привлечения клиентов. В дальнейшем прогнозируется рост доли кредитов без господдержки. Уже сейчас разрыв между ставками по кредитам с господдержкой и без нее сократился до 1,5%. Диапазон процентных ставок по ипотечным кредитам с господдержкой от 10,5% до 12,5%, а без нее от 11% до 15%. На вторичном рынке разрыв между ставками разных банков шире от 12% до 16% в зависимости от величины первого взноса. Сейчас на прямую связь со студией РБК УФА выходит начальник управления ценных бумаг и валютного контроля Башкомсна Банка Азад Амиров. Азад, здравствуй, ждем от тебя новостей. Добрый день, Кирилл. Стартовавший налоговый период оказывает поддержку российскому рублю. До конца месяца в бюджете всех уровней предстоит выплатить 1 триллион 100 миллиардов рублей. В результате доллар к рублю торгуется практически без изменений по 64,92. Евро вырос на 16 копеек. Торги идут на отметке 71,32. Что касается котировок нефтяных фьючерсов, то сегодня они синхронно снижаются на 0,6%. Brent торгуется по 45,40. Light торгуется по 43,90. Российские фондовые индексы и МВБ, и РТС сегодня прибывают на положительной территории. Они дорожают в пределах полупроцента. Акции Башнефти обыкновенные сегодня торгуются без ярко выраженной тенденции. Они снижаются всего лишь на 0,1%. Торгуются по 2788 рублей. А привилегированные, напротив, проседают гораздо значительнее на 0,8% и торгуются по 1850 рублей. Кирилл? Да, Азат, спасибо. Это был наш постоянный эксперт Азат Амиров. Более 5000 участников ожидается на Уфимском международном марафоне. Ставший уже традиционным, маршрут пройдет по центральным улицам города Уфы. Сейчас активно проходит регистрация участников. В этом году дистанции 4, 3, 10, 21 и 42 километра. Для бегунов организаторы обещают все необходимое. Футболки, питье на этапах забега, электронную фиксацию результатов и настоящий праздник спорта с ценными призами. Высокий уровень проведения события достигли за счет активного участия в нем бизнеса и поддержки начинания со стороны городских властей. Участие в организации уже принимают 10 компаний. Главный партнер группа компаний «Гранель». Международный марафон пройдет в Уфе 11 сентября. Стоимость участия от 500 до 1450 рублей. Второй международный марафон будет, безусловно, масштабнее предыдущего. Уверен, что если нас будут поддерживать спортсмены и просто любители такого формата спортивных мероприятий, то можно сказать с уверенностью, что через несколько лет это будут крупные масштабные мероприятия на межрегионального уровня. Поэтому приглашаю всех принять участие. Далее московская студия РБК. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова